Та-та-та-ка, я знаю этого парня, три из трех выдает. Черт! Черт, вы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризонт Редрок! Аризонт Редрок, какой промокод ты вел? Промокод фиг, фиг! Что ж, ты сколько поплаток получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Журнер тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз умирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж, добро пожаловать в Аризонт Редрок! А здесь находится ваш промокод 200 тысяч! Ведем его на шестом левле и разбогатеем! What the fuck? Oh, no! Shit, Смоук, what you into? Shh, that's it, look at that ride! That's the motherfucking green saber! О, да, Карл, а то ты не знал, что Смоук является предателем. Всем привет! И в этом видеоролике мы с вами рассмотрим 6 ситуаций, когда Биг Смоук намекнул в своем предательстве в GTA San Andreas. Ну а перед этим, немножечко рекламы. А ролик создан при поддержке моих друзей из One X, где множество спортивных дисциплин, в том числе и киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, а самое крутое, что там есть мой промокод HIG. Ведя который, при первом депозите ты получишь крутые бонусы. Ну а мы с вами начинаем. Итак, Карл Джонсон пребывает в родной Лос-Антос, входит в свой родной дом и находит там фотографии недавно умершей матери. После чего он берет стул и садится за стол в гостиной, погружаясь в воспоминания. В этот момент Биг Смоук, давний друг семьи Джонсонов, внезапно влетает в гостиную из кухни с бейсбольной битой в руках. И приняв Карла за вора, начинает угрожать ему смертью. Карл Джонсон называет Смоуку свое имя, после чего Смоук вспоминает Сиджея и приветствует его, сообщая о смерти матери Карла. Затем вдвоем они отправляются на кладбище, на похороны Беверли Джонсона, на чем и начинается весь последующий сюжет. И в этой кассцене есть один очень интересный момент. Когда Биг Смоук гостеприимно с распространенными объятиями встречает Карла, он швыряет биту на стол и попадает прямо по фотографии мамы семьи Джонсонов. В кассцене это даже показывает крутым планом. Похоже, разработчики еще и в начале игры дают намек на возможную причастность Биг Смоука к убийствам матери Сиджея. Да и вообще, что Смоук делал в доме Джонсонов, когда все до единого близкие люди семьи Джонсонов были на кладбище? Остается неизвестно. А что если большой заказ Биг Смоука был не случайным? Что если он намеренно тянул время до прибытия баласов? Что если это был его намеренный план расправиться с братьями Джонсонов? Ведь именно он настоял, чтобы банда поехала перекусить именно в Клакинг Белл. Это первая миссия, где обсуждается зеленый Себер, из которого была убита мать Карла. И после того, как весь заказ был выдан, Райдер предлагает браткам поехать домой, чтобы схавать все там. Но опять же Биг Смоук не соглашается с этим по причине того, что вся еда остынет и он не будет ее есть. Опять же, тянет время. Когда Свит замечает баласов, которые направляются в район Грув, они почему-то разворачиваются и начинают стрелять по Гринбуду, в котором и сидят братки. Ну и самое сладенькое, что во время погони за баласами стреляют все, кроме Биг Смоука. Райдер и Свит СиДжей просят его об этом, чтобы он наконец начал стрелять. Но он все отмазывается тем, что начнет это делать только после того, как он доест свой заказ. Думаю, тут вообще без комментариев и все очевидно. Дом, где проживает Биг Смоук, расположен в Эйдлвуде, на территории Банды Балас. Является одной из немногих подсказок, которые указывают на предательство со стороны Смоука. В одном из диалогов Карла интересуется, почему Смоук переехал с Грув, где тот ему отвечает, что он якобы получил неплохое наследство от его тетушки, поэтому решил съехать. Но он все равно до конца и навеки предан своей банде Грув, потому что там и живут его друзья. Спрашивается, почему съехал? Непонятно. Мог продать дом и жить дальше на Грув. Частое пребывание главных антагонистов в доме Смоука. Краш в лице темпения и поласки часто ошиваются в доме Смоука. Это можно заметить по практически всем миссиям, связанные со Смоуком. И на удивление Смоук и понятия не имеет, кто они такие и что им от него нужно. Тем не менее, он вел с ними какие-то дела у себя в доме. Нам, к сожалению, не известно, что это были за дела, но они так или иначе что-то обговаривали. И это уж точно должно было насторожить СиДжея. Воссоединение семей. Уже здесь Райдер и Смоук показывают свою истинную личину, бросив СиДжея и Свита на произвол судьбы у отеля. Но позже Райдер и Смоук возвращаются и помогают Карлу и Свиту. Обратите внимание, что за рулем автомобиля находится Смоук. И весь маршрут, по которому он нас везет, весьма странный и опасный. Тут вам и своевременный поезд за секунду до, маршрут из полицейских отцеплений, каскадеры-байкеры, которые так и хотят запрыгнуть на машину автомобиля и убить СиДжея. И что самое главное, так это оружие АК-47, которое Райдер вручил нам в начале. Потом этот самый АК и начнет клинить. А что если Смоук специально ездил одним и тем же маршрутом до того самого момента, пока оружие Карла не заклинит? Он, скорее всего, знал, что оружие имеет какой-то дефект. Далее Смоук заруливает в переволок, где на нас летит полицейский вертолет. В этот момент он даже и не думал сдавать назад. Он, наоборот, ждет этот самый момент Икс, когда Карл наконец-таки умрет. Ну и тут снова неудача. И Карл выживает. Я не знаю, сколько еще намеков нужно было сделать, для того, чтобы Карл и Свит поняли для себя, что Смоук является полным анагонистом в этой вселенной. Я не знаю, почему они такие тупые. Но вот правда, все против Смоука идет. Эти все намеки, это все не просто так. А потом на миссии зеленый Сейбр. Он с такими выпущенными глазами смотрит на то, как Смоук выходит из гаража вместе с Темпене, Райдером и с Баласами. Что вообще не так с этим Карлом Джонсоном? Боже, я не понимаю. Это очень сложно понять на самом деле. Вот такие предположения, вот такие намеки были на протяжении всей игры, на протяжении строения всего этого сюжета. Карл Джонсон все тупил и тупил. А с вами был Хик. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам видеоролик понравился. И вы-то уж точно понимали в эти моменты, что со Смоуком что-то не так. В отличие от Карла или Свита. Будет здорово, если вы поставите этому ролику лайк. Напишите какой-нибудь комментарий, свои предположения. Я, может быть, не все рассказал, но очевидно рядом, как говорится. Все, с вами был Хик. Всем пока, до следующего видеоролика.